Меня зовут Дмитрий Панов, я бы назвал себя культуртрейгером. Я занимаюсь Московской школой музыки, декан этой школы, и школа была открыта, чтобы развивать современную музыкальную культуру в Москве и в России в русскоязычном пространстве. Школа направлена на обучение музыкантов в таком современном смысле этого слова, более широком, чем привыкли. Музыканта не в смысле человек, который умеет играть на гитаре или фортепиано или какая-то труба, а человек, который пишет треки, музыку, ту самую, которую мы слушаем в наушниках каждый день, слышим в рекламе, случайно вообще везде, в метро, где попало. Вот все это музыка, на самом деле, даже если мы ее не замечаем, ее кто-то делает. Вот именно таких людей, которые делают современную музыку, которой далеко не всегда нужно играть на гитаре, вот этим занимаемся мы. Мы обучаем таких людей. Всем. Потому что консерватории занимаются классической музыкой или академической музыкой. То есть это так называемая композиторская музыка. Ее пишут композиторы сразу в нотах для того, чтобы музыканты, те самые, которыми мы не занимаемся, сыграли по этим нотам в зале консерватории или филармонии, или еще где-нибудь. Мы занимаемся популярной музыкой, современной музыкой. Не академической, не классической. Не та, которая в нотах, не композиторская, а продюсерская, которая сразу пишется треком, колбасой, звуковыми волнами, звуком как угодно, саунд-дизайном. Ну, короче, не основана на законах гармонии, хотя тоже, вот. Но далеко не всегда оно придумывается из написания ноток. Оно придумывается из какой-то акустической, например, идеи, возникшей в голове у продюсера. Сразу в компьютере, сразу, короче, в звуке. Мне кажется, мы одни из немногих. Чуть ли не единственные. Но я заинтересованное лицо, может мне не верить. Надеюсь, принятие любых вообще ваших идей. Нам, в принципе, без разницы, насколько вы крутые в гитаре изначально или фортепиано. Вот, мы вас всех научим. Главное, чтобы вы хотели делать современную музыку, были смелыми, дерзкими, возможно, вот, и готовыми учиться. Вот, если у вас все это есть, вы научитесь чему угодно и добьетесь чего хотите. Супер. У нас есть направление, скажем так, это по горизонтали. А есть еще по вертикали различия. По горизонтали это музыкальный продакшн, сонграйтинг, саунд-инжиниринг, оно уже звукорежиссура, музыкальный бизнес и художники по свету. Это у нас направление называется стейдж-лайтинг-дизайн, то есть дизайн сценического света. Вот, это как бы спектр, из чего можно выбрать современные музыки. И то, что предлагаем мы. Заметьте, нету ничего про музыкантов как таковых, да, пока что. А у нас есть еще по вертикали. Самый топчик – это бакалавриат. Вот, он длится 4 года, это высшее образование. И бакалавриат, он изначально для продюсеров, которые со второго года могут стать продюсерами и сонграйтерами, или продюсерами и звукорежиссерами, или продюсерами и музыкантами. Вот, наконец-то, музыканты у нас возникли впервые в бакалавриате. Средний уровень, скажем так, крутизны – это программа дополнительного профессионального образования. Подразумевает, что это образование для тех, у кого уже есть высшее. Причем не обязательно профильное. Но желательно, чтобы было профильное, тогда вообще будет идеально. Допустим, вы отучились где-нибудь в Несенке, в консерватории, вы композитор, я не знаю, исполнитель, эстрадно-джазовый или что-нибудь в этом духе. И вот вы к нам можете прийти на год-два, чтобы немножко подновить свое образование. И вот здесь стать, я не знаю, кем вы были до этого, допустим, не знаю, врачом и продюсером, и сонгрейтером, и художником по свету, или менеджером музыкальной индустрии. Why not? Еще есть у нас такой самый базовый уровень. Программы подготовительные для тех, кто музыкой никогда не занимался. Одна из них называется Introduction to Music. И это как бы, мы это называем музыкалка здорового человека. За год мы, в общем, учим людей с нуля играть на музыкальном инструменте. Настолько хорошо, насколько это достаточно, чтобы вы более-менее свободно им владели, чтобы потом писать свою музыку. Мы не занимаемся обучением виртуозов, нам это не нужно. И мы не занимаемся обучением людей, которые будут идеально играть в партитуру, классические пьесы. Это тоже нам не нужно. Это не нужно музыкальной индустрии. Вот, это клево, но это просто не наше, не про нас. И еще есть вот маленькая программка на три месяца, называется Music Basics, тоже подавительная, тоже с нуля. Там есть Ableton Live, теория музыки и фортепиано, для тех, кто хочет, в принципе, впервые попробовать получать какое-то музыкальное образование и понять, ваше не ваше. Вот, но даже если вы поймете, что это ваше этих трех месяцев, будет достаточно, чтобы вы могли написать трючок, что-то сыграть на фортепиано самостоятельно, без помощи других людей, и не бояться нот, как бы понимать вообще, о чем это китайская грамота. Дипломная работа стоит из двух частей. Это релиз. Вообще-то мы требуем, чтобы это был LP, long play, то есть альбом. То есть где-то 45 минут авторского материала. Авторского, спродюсированного и зарелизанного на стриминг-площадках. Вот, чтобы мир подтвердил, что вы существуете как творческая единица. И вторая часть этого дипломного проекта – это ваше выступление на фестивале большом. Он так и называется Moscow Music School Festival. Вот у вас за плечами уже есть авторский материал на 45 минут. Вот будьте добры, выступите на большой сцене с звуком, светом, все как положено. И докажите людям, что вы это сами записали и можете повторить. Да, абсолютно. Вот когда наши студенты, выпускники творческих профессий в своем альбоме выступают на сцене, звуком рулят студенты, светом рулят студенты. Организовывают фестиваль тоже студенты, делают промо тоже студенты. В общем, все это как бы делается руками студентов. Мы, конечно, тоже помогаем, чтобы в случае чего все состоялось. Примерно такого же масштаба, как в индустрии бывают события, но делаем в рамках обучения, чтобы вы понимали, как бывает, как делаются большие штуки. Зайти на сайт, выбрать то, что вам интересно, отправить заявку. Дождаться, когда мы позвоним и рассказать, что вы хотите. Потом вас пригласим на интервью, побеседуем более подробно, посоветуем, где вам лучше учиться. Ну, желательно просто зайдите на сайте, все изучите. Для вас стараемся, все клево. Я думаю, ничего не бояться. Самая амбициозная цель – ставить перед собой. Что еще? Пробовать вообще без спроса. Не ждать, пока вам кто-нибудь скажет, вот, попробуй сделать так. Вообще реально пробуйте разное, принесите вообще все, что у вас есть. Главное – начать. Сделай шаг, и путь появится.